МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Коммунальные клоны или маленькие хитрости управляющих компаний? Гимнастический мираж. Появится ли в Саратове обещанный 5 лет назад современный спортивный кластер? Не нужен нам берег турецкий. Саратовцы делают выбор в пользу российских курортных. Одна из самых обсуждаемых тем уходящей недели – вымирание Саратовской области. По данным Росстата, регион по итогам 2019 года снова в лидерах по оболе населения. В прошлом году мы потеряли более 19 тысяч человек. Из них 13 тысяч по естественным причинам, более 5 тысяч саратовцев уехали в поисках лучшей жизни. Наши коллеги из информагентства «Взгляд.Инфо» провели опрос. Его участникам предлагали назвать основные причины бегства людей. На первом месте оказались низкие доходы. На втором – отсутствие перспективной работы и шансов для самореализации. Тройку замкнула коррупция. История с шансами для самореализации весьма показательна для спорта. Ее мы наблюдаем прямо сейчас, можно сказать, в режиме онлайн. Большинство наших лучших атлетов смогли проявить себя именно благодаря тому, что уехали повышать мастерство в другие регионы. Но где бы сейчас был тот же Федор Смолов? Останьте он играть в футбол в Саратове. А наши биатлонисты Александр Логинов и Никита Поршнев, за которых страна уже в эти выходные будет болеть на стартующем в Италии чемпионате мира. Завязавший с профессиональным спортом олимпийский чемпион Илья Захаров тренировался в Пензе. Он так и не дождался обещанного в 2012 году Дворца водных видов спорта. В гимнастике у нас больших побед нет, но вид этот очень популярен. Пять лет назад гимнастам обещали создать свой современный спортивный кластер. Июль 2015-го. На тренировку саратовских гимнастов пришел губернатор. Спортсмены благодарят за новые окна, просят поставить кондиционер. Валерий Радаев не скупится. Гимнастам обещано новое здание. Возьмет проех, и мы его попробуем адаптировать и сюда. Надо, чтобы он только был универсальный и спортивный, и художественный. Да, да, по-любому. А что именно гимнастическая кровать? Именно гимнастический центр? Спортивный гимнастик в Меркурске больше стоит, потому что внизу нам еще ямы нужны. Вот у нас, видите, кровать, правый, и чтобы дети не получают раму, они тренируются и делают там шаги. И, кажется, не стоят, не падают туда. Все, ладно. А все за... Теперь будем знать, где вы тренируетесь. Приходите, пожалуйста, у нас на матча. С тех пор прошло уже почти пять лет. Два лет спорта, будни, разгар рабочего дня. В зале для занятий гимнастикой и акробатикой яблоку негде упасть. Продолжение следует... Гимнастическая кровать Гимнастика и акробатика – виды спорта достаточно демократичные, наверное, потому популярные у ребят, и, что немаловажно, у их родителей. Только в областной школе этими видами занимаются сотни начинающих спортсменов. Например, для девочек художественная гимнастика – это эстетика, да, это красивая фигура, красивая осанка, это грация в движении. Поэтому здесь уже все говорит само за себя. Родители видят в своих детях все-таки уже подрастающих красавиц и стараются приводить их в тот вид спорта, который усилит вот эту мотивацию. В спортивной акробатике, да, в спортивной гимнастике там наоборот – сила, ловкость, трюхи. То есть, что привлекает уже мальчиков непосредственно, чтобы уже выделяться на фоне сверстников. Родителей, чтобы все-таки чувствовать, что их ребенок занимается стоящим делом. Ну и дисциплина. Потому что вот эти три вида – это, ну, наверное, самая высокая дисциплина, в отличие от того же художественного. Несмотря на высокую популярность, большими успехами в гимнастических дисциплинах и акробатике регион похвастать не может. Для воспитания звезд нужны соответствующие условия. Их в Саратове, увы, нет. Это специализированный зал, который мы можем назвать специализированным. Потому что у нас проводятся занятия также в Ленинском районе, на спортивной базе стадиона «Локомотив». Ну, там зал, скажем, художественной гимнастики оборудован просто ковром. Вот. Хороший потолок высокий. Есть возможность разучивания вольных упражнений, упражнений с предметами. Ну, а касательно уже специализации, наверное, этот зал пока что является самым таким востребованным. Хотелось бы, конечно, видеть зал чуть побольше размеров, раза в три. Вот. Как, например, есть зал в Йошкарале, в Чебоксарах. Ну, на сегодняшний день эта база позволяет нам готовить своих чемпионов. Российские спортсмены и тренеры – люди скромные, а еще зависимые. Потому о проблемах не говорят. И все же люди, знающие, шепнули, что дворцу спорта, как воздух, необходим новый гимнастический ковер. Он один в Саратове. Покрытие устарело морально и физически, что чревато травмами. Цена вопроса – от трех миллионов рублей. Информацию нам не подтвердили, но и не опровергли. А вот об обещании построить современный дворец гимнастики здесь еще помнят. Ну, разговоры шли, насколько я знаю, был в курсе. Вот нам конкретно не обещали, а разговоры шли. И правительство наше было заинтересовано. Просто, наверное, сейчас такой период, когда, ну, спортивные объекты требуются, наверное, во многих направлениях. Следы центра гимнастики нашлись на сайте «Саратов граждан проекта». Институт разрабатывал предпроектное предложение. Трехэтажное здание в стиле хай-тек предлагалось разместить между дворцом спорта и плавательным бассейном в Саратов. Но, как оказалось, идея не умерла. В региональном Минспорте нам сообщили, что строительство гимнастического комплекса в планах. Сейчас идет работа по подготовке документов для включения объекта в национальный проект, заявили в ведомстве. Ну, а пока за федеральные деньги в Саратове в этом году обещают построить фок для занятий бадминтоном. Правда, это совсем уже другая история. Саратовцы покидают регион не только в поисках лучшей жизни. Есть и те, кто уезжает, но обязательно возвращается. Речь, конечно же, идет о туристах. Мы, кстати, по итогам прошлого года снова бьем рекорды. Если верить статистике чиновников, то область посетила более миллиона человек. И, несмотря на такой туристический бум, сами саратовцы отдыхать предпочитают за пределами родного края. Поток выездного туризма тоже растет. Какие направления предпочитают саратовцы? Могут ли российские курорты конкурировать с зарубежными? 30 тысяч путешественников за год. И это только те, кто отправился отдыхать за рубеж. Но патриоты могут выдохнуть. Число саратовцев, тех, кто турецкому берегу предпочитает берега родные, отечественное неуклонно растет. Чаша весов медленно, но верно склоняется в сторону наших курортов. Про российские отели, которые предлагают систему «Все включено», они на самом деле становятся год от года все лучше. Они подтягиваются до сервиса, может быть, не турецкого, но какого-то уже среднего между Турцией и Россией. Они становятся значительно лучше. Но, соответственно, и стоимость у них будет возрастать, потому что они становятся все более и более востребованными. Но по России, допустим, можно найти очень бюджетные варианты. Это касается, допустим, объектов, которые были построены к Олимпиаде. Они предлагают новые номера со всеми удобствами, большие территории. И питание можно взять на свое усмотрение. Отдых в России черноморским побережьям не ограничивается. В стране есть что посмотреть, но кусаются цены. Очень интересное направление, такое как Байкал, Алтай. Очень много запросов у нас поступает, но стоимость этих туров значительно дороже. Особенно за счет того, что нужно покупать билеты. И не всегда это прямые рейсы или прямые поезда. Это нужно добираться либо через Москву, либо через Санкт-Петербург, что не очень удобно. Очень интересные туры в Карелию. Здесь помимо красот природы можно посмотреть массу достопримечательностей. И водопады, и поучаствовать в рыбной ловле, и поучаствовать в сплаве по реке. То есть это такой, скажем так, тур-экшен для любителей активного отдыха. А что же за граница? Здесь без неожиданностей в лидерах курорта Европы. В прошлом году у нас хит, ну как и всегда, это, конечно, в первую очередь Турция, больше двух тысяч человек уехала. Второе место занимает Испания, порядка 300-350 человек. И дальше идет Италия, Греция, Вьетнам, Таиланд, приблизительно там где-то 200-250 человек. По словам Дмитрия Анпилогова, зимой саратовцев потянуло на экзотику. Зимой это, скажем так, получилось с Кубой. Куба такое направление, все-таки далеко лететь, цены всегда были довольно-таки высокие. В этом году Куба открылась в России с новой страны. Россиян сами, сам был недавно на Кубе. Правительство Кубы делает преференции для российских туристов. Цены низкие, поток очень большой, море прекрасное, океан прекрасный. Водок, не знаю, очень понравился. В этом году, причем у нас не только Кубы и Доминиканы продаются хорошо, но и очень хорошо продается Мексика. Есть, конечно, туристы, которые могут позволить себе еще более экзотические, более дорогие направления, такие как Мальдивы, такие как Австралия, допустим, или Новая Зеландия. Таких туристов, конечно, к сожалению, у нас единицы. Говоря о туризме, нельзя обойти тему Китая. Нас снова уверяют, Поднебесная у жителей региона не в фаворе. Китай у нас никогда не являлся одним из популярных направлений. Туда, конечно, летали, но учитывая, что это не прямые рейсы, понятно, и не очень дешевые, как вы сказали, рейсы. Одним из наиболее популярных он не был никогда. Тут больше выигрывает Таиланд и Лаос, вот такие вот направления более экономные. Несмотря ни на какие опасения, и чиновники, и представители туриндустрии на предстоящий год пока смотрят с оптимизмом. Главные надежды связаны с работой аэропорта Гагарин. Наши компании туристические на сегодняшний день продают Тунис, и цена из Гагарина в Тунис, полетных программ, и из Самары туда же, одинаковая. То есть вообще, если мы раньше уезжали в Самару, чтобы прилететь куда-то, на этом что-то там выигрывали, вот это направление вообще сравнялось по определенным параметрам. В любом случае, вспомните, когда-то мы летали в Испанию, в Чехию мы летали, эти направления были очень нормально, очень хорошо загружены, потому что борта у нас полные уходили. И мы что имели в ближайшее время? Эмираты летали, у нас уходили по 189 мест Боинги, которые обычно грузятся, 150, ну 160 это прям очень хорошая загрузка. У нас они уходили битком под завязку. Вот интересная статистика такая, если в прошлом году у нас из Саратова летало два рейса в неделю за рубеж, это была Турция, я про сезон говорю, самый сезон, то в следующем году уже сейчас планируется, не планируется, а уже в продаже шесть рейсов в Турцию в неделю, то есть было два, стало шесть, плюс Тунис и плюс Греция. То есть по всем параметрам в четыре раза объемы должны вырасти. В этом году исполнится пять лет процедуре лицензирования управляющих компаний. Предполагалось, что эта мера позволит навести порядок на рынке коммунальных услуг. Людям обещали, что перед нерадивыми управляющими компаниями поставят заслон, а на их место придут ответственные и добропорядочные коммунальщики. Жизнь по традиции внесла свои коррективы. Наглядным примером может служить история жителей дома номер 17 на бабушкином взводе в Саратове. На доведенных до отчаяния людей обратили внимание лишь после того, как они пригрозили начать голодовку вместе с детьми. Прямо у проходной областного правительства. Это на бумагах он объект культурного наследия, а на бабушкином взвозе дом с целлофановой крышей. Вечный синтетический материал хоть как-то спасает от капризов природы. И вход на второй этаж, как в дорогом персидском дворце, оформлен коврами. Вот только они полны воды из дырявой крыши и сушатся в надежде на лучшую жизнь. Хозяева этой комнаты ушли на съемную квартиру. Посуда на полу тревожно бьет на бат. 1 февраля отверстию в крыше исполнился год. На круглые даты принято печь торт, а Наталья Тутина с дочерью и двумя внучками меняет очередные тазы. Я вынуждена ставить вот тазики, потому что уже и сыпется и штукатурка, и вот эта дранка освобождается. Вот оно все сюда валится. В полумраке и сырости растут двойняшки Дарья и Софья. Крыша обвалилась, когда им было по два с половиной года. А дождевая вода настолько неуловимая жидкость, что протекла и до первого этажа. Здесь Наталья Каурова показывает стены подсобки. Сплошной водопад. В зале не лучше. На кухонном столе стопка бумаг. Хозяйка квартиры называет их коллекцией отписок от всех инстанций. Коммуналку платят, крыша течет. И содержание жилья мы платим нашей компании обслуживающей, управляющей до сих пор. Хотя мы уже суды выиграли и нам сказали, что они обязаны нам выплатить эти суммы. Какие суммы? Одна сумма – это на ремонт крыши. И так как пострадали наши квартиры, мы как бы выиграли еще и на ремонт квартир. Говорят, что денег у них нет, что она практически банкрот. Поэтому... Как она называется? Жилсар. Возможно, мы следующий шаг предпримем. Это соберемся все, соберемся детей, соберем детей и пойдем к нашему правительству и объявим там голодовку. Все. Крик души собирает во дворе 17-го дома главу администрации Волжского района, прокуроров и главного жилищного инспектора. Визитером называют виновника беддома компанию ЭЖК «Жилсар». Оказывается, на них и жилинспекция не может найти управу. Значит, будет предписание управляющей компании на устранение данных нарушений. Затем при проведении повторной проверки было выявлено неисполнение этого предписания. За что управляющая компания, должностное лицо, директор, будут привлечены к административной ответственности. Штраф 50 тысяч был вынесен за неисполнение. Дальше, значит, опять дали предписание при его проверке. Управляющая компания препятствовала проводить проверку. Сама компания расположена в Саратове на улице Чернышевского, здание 203, офис 320. А юридический адрес – поселок Дубки, улица Новая, 2,2. В управлении 122 дома. Руководитель – Адынская Светлана Владимировна. Дом 203 на Чернышевского – это бывший волжский дом быта. Но люди в 320-й комнате называют себя совершенно другой компанией. Жил сад, да? Нет, нет. Ну, то есть, не та управляющая. То есть, они здесь были, сейчас нет. Ясно. Адынскую Светлана Владимировну не знаю. Она там давно в интернете была. Даже на моменты второго, когда они здесь были. Угу. Понятно. Сейчас здесь уже другая организация. А что-то я смотрю, вывеска вроде, жил сад. Еще не сняли, вывеска. Ясно. Понятно. От такой невозмутимости потечет не только крыша. Отсюда и вывод, что ждать средства на ремонт крыши по решению суда просто не от кого. Это беда домов, у которых состояние техническое желает оставлять лучшего. Значит, и очень часто на практике возникает ситуация, когда деньги идут не на содержание жилья, а, как я всегда говорю, на содержание жилья. То есть, всегда, когда стоимость содержания ремонта квадратного метра не позволяет делать что-либо существенное, позволяет только содержать аппарат управляющей компанией. Ну, может быть, еще и слесареет. Вот в этих ситуациях компания, естественно, доживает и потом, не выполняя работы, исчезает, организовывает передачу дома клону, как правило. Ну, понятно, что такое клон. Это те же учредители. Значит, это тот же менеджмент, но уже другое название. Ну, как правило, это видно, что появляются какие-то звездочки в названии. Там, или цифры один, два, три и так далее, и тому подобное. Коммунальное клонирование – практика, весьма распространенная для Саратова. Действительно, за двойниками нередко стоят одни и те же дельцы. И результат работы таких организаций предсказать несложно. Намного сложнее поставить барьер для таких управленцев. Есть ряд компаний, которые, скажем так, в неком смысле перебувались, да, а фактически люди там те же самые управляют. А мы понимаем с вами, ну, наверное, априори, что если в управлении одни и те же люди, то и управлять они будут, в общем-то, так же, как работала предыдущая управляющая компания. Какого-то там переформатирования не происходит в управлении. Ну, к сожалению, чаще всего так происходит. На сегодняшний день в Госдуме два чтения прошел закон о аффилированности. То есть, другими словами, основная мысль, суть этого закона будет какая? Тем лицам, которые находились, имели отношение к управлению многоквартирными домами. То есть, директор управляющей компанией некой там, по-моему, там бухгалтер, учредители. Если они были, эта компания аннулирована лицензией, была лишена лицензии, то в течение трех лет этим лицам будет запрещено заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами. Ну, а пока все, что не запрещено, то разрешено в том числе и создавать рога и копыта из трех управленцев на сто домов. То есть, другими словами, может быть управляющая компания, как вы говорите, там шесть человек, да, ну, сидит какой-то офис некий. И они для производства каких-то работ, любых работ, аварийно-диспетчерская служба, проведение каких-то там подрядных работ, да, других там, крыши ремонтирования, ремонт содержания, там, не знаю, инженерки внутридомовой, элементарно заключают договора с различными подрядными организациями. То есть, они выступают, именно управляющая компания осуществляет функции управления многоквартирным домом. А кто фактически это делает, там, условно говоря, слесарь, электрик, дворник, это могут быть любые другие подрядные, либо какие-то клининговые организации, ну, некий аутсортинг. Законодательством такое тоже допускается. Увы, но пока большинство как данность воспринимает ситуацию, когда в платежке вместо названия одной конторы неожиданно возникает другая. Людей просто ставят перед фактом. Вас передали, как когда-то передавали крепостных. Депутат областной думы Леонид Песной говорит, что защита от подобных фокусов тоже есть. Ну, во-первых, действует механизм обязательности двух протоколов собрания. И, причем, один протокол, не ксерокопия, как когда-то, направляется в горжевую инспекцию для того, чтобы компания могла лицензироваться. То есть, граждане теперь имеют возможность, если они получили новую жировку, прийти в горжевую инспекцию и сказать, этого собрания не было. А уже дальше горжевая инспекция имеет себе полномочия, в том числе и обращение в суд, в защиту интересов граждан, чтобы признать факт смены нелегитимным. Смена управляющей компании, судя по всему, ждет и жильцов многострадального дома на бабушкином взвозе. С них как сгусь вода просто, просто как сгусь вода. Это не управляющая компания, это просто какой-то, я не знаю, на них нет вообще никакой управы. У меня такое впечатление сложилось, что на них нет никакой управы. Вот кто бы на них не действовал, просто от них ноль. Не знаю. А им так и придется жить в этом проклятом старом доме, где вода с потолка верхнего этажа почти разрушила пол, он же потолок второго этажа памятника. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова